Геноцид армян Происходит демонстрация во всем мире. Эта церемония установилась в 60-е годы, 50-летию армянского геноцида, где во всем мире, 24 апреля, армяне собираются и отмечают день Паханджаты Рюцюн. Мы говорим Паханджаты Рюцюн. Это день, когда армяне во всем мире требуют от мира международной справедливости. И когда мы говорим о справедливости, надо исходить из того, что существует международная справедливость и внутренняя справедливость. Справедливость одна везде одна. И нельзя требовать от мира справедливости, если ты в своем доме не устанавливаешь справедливости. И поэтому нет никакого внутреннего противоречия между требованием международной справедливости и внутренней справедливости. Поэтому нам кажется, как нам кажется нашему движению, что армяне должны установить справедливость в первую очередь в своем доме. Это не значит, что мы отказываемся от требований международной справедливости. То есть пока мир не признал преступления против человечности, то есть геноцид армян, у армян будет необходимость борьбы за эту справедливость. То есть нет никакого внутреннего противоречия между нашими требованиями, что мы хотим тот же день. До 24 апреля, когда армяне будут отмечать 100-летие геноцида, в тот же день начать внутреннюю борьбу против несправедливости в самой Армении. Всем ясно, всем гражданам Армянской республики и тем армянам, которые держат свои связи с исторической родиной, что в Армении установилась олигархическая власть и те проблемы, которые накопились в Армении, требуют незамедлительного решения. Исходя из нового международного положения, исходя из новых вызовов на Ближнем Востоке, я имею в виду ИГИЛ и те геноциды, которые происходят на Ближнем Востоке, это расстояние между геноцидом не 100 лет, а всего 15 часов, потому что это то расстояние, на котором произошел геноцид езидов в прошлом году. И примерно на том же расстоянии находится место, где находился армянский монастырь Терер-Зори, где был взорван монастырь, где хранились остатки армянских жертв геноцида. То есть нам напоминают нашу страшную историю, говорят, что вы находитесь перед большими вызовами. И мы, тот основной урок, который мы должны помнить в год столетия большого геноцида, это то, что армяне в первую очередь должны сами взять свою судьбу в свои руки и защищать сами себя, а его союзники, они должны, конечно, помогать. Но если мы будем ждать, что кто-то нас спасет, мы опять окажемся в том состоянии, в котором мы оказались сто лет назад. И тогда армяне, когда почуяли, что они сами должны решить свою судьбу, в 1918 году, оставшись одними против полчищ турков, они смогли остановить и провозгласить свою республику. К сожалению, история очень похожа, но мы понимаем, что наша древняя нация, она существовала несколько тысяч лет и еще будет существовать неизвестно сколько тысяч лет. И судьба армянского народа в первую очередь находится у самих армян, и они сами должны взять эту судьбу в свои руки. Я хочу напомнить всем, что в Ереване Майдана не существует. В Ереване есть площадь свободы, где армяне провозгласили свою независимость. Так что не может в Армении быть никакого Майдана. Наши условия совершенно другие, чем на Украине. Почему? Потому что у нас никакая гражданская война невозможна. По той простой причине, что в Армении нету этнических делений, религиозных делений. У нас моноэтническая страна, у нас единая религия, так что у нас невозможны никакие гражданские войны. Существует кучка олигархов, которые монополизировали политическую и экономическую власть в Армении, но это ни в коей мере не привезет никаких большим эксцессам. У нас должны быть системные изменения, и они будут сделаны без больших потрясений. Мы в этом плане будем показывать пример всем другим постсоветским странам, и в том числе самой России, что существует выход реформирования страны, когда олигархический путь развития, он бесперспективен. Мы должны в Армении, может, в маленьком кулачке территории показать, что достаточно возможно вот это новое развитие. Мы понимаем, что во всем мире назрел системный кризис. Это не кризис, который только происходит там в одной части мира. И в южном направлении от Армении, и в северных направлениях мы видим кризисные явления. Кризисы проявляются во всем мире. Это системный кризис сегодняшней, можно сказать, цивилизации. Весь мир ищет, и всякие народы, и страны ищут выходы из этого кризиса. Армяне тоже, как древний народ, он ищет свой путь развития. Тут я не вижу никакого противоречия в том, что вот эти глобальные тренды, они в Армении проявляются по-своему. То есть нельзя сказать, что то, что произошло в одной части мира, оно может быть повторено в другой. Это не так. Конечно, существуют глобальные мировые силы, которые имеют свои интересы. Но мир, он многополюсен, и в многополюсном мире появляется возможность для малых стран, чтобы они тоже проявили себя. Мир не только состоит из больших геополитических полюсов, но и существуют малые силы тоже. И при такой нелинейности, которая сложилась в мире, турбулентности, я бы сказал, малые силы будут играть все большую важность. Я думаю, что это крайний срок начала действий, начала гражданского неповиновения в том плане, что мы именно видим решения в мирной борьбе, а не в силовых действиях. Но если против нас будут применены силовые методы, конечно, мы будем исходить из права на самозащиту. Карегин Чугасазян, председатель учредительного собрания. Специально для зрителей антитопора. Субтитры создавал DimaTorzok